Всем привет, мои дорогие любимые зрители! Ну что, как я вам и обещала, как вы проголосовали, сегодня будем с вами рассматривать детально подделки Killian, Amouage, Essentic Molecules и так далее. И поехали! И первая парочка – это такая ликерная коллекция Killian. И вот так вот издалека посмотрите и угадайте, где здесь оригинал, где подделка. Но визуально, если не иметь два этих изделия вместе, отличий можно не найти, не обнаружить. Но я вам в этом видео расскажу какой-то такой главный маркер, как вообще отличить подделку от оригинала. Потому что, насколько бы ни была хорошо исполнена подделка, все равно мельчайшие такие, знаете, тонкости, дьявол в деталях, всегда может нам дать такое внутреннее ощущение, что в руке у нас все-таки подделка. Итак, в данном случае у нас здесь Angel Share – это подделка. Коробки, на самом деле, исполнены очень хорошо у подделок обычно. Но если присматриваться к вот этим вот буквам золотым, да, здесь, то они немножко расплывчатые, расплываются. Кстати, вот этот сам картон, из него делают вот такие коробки тоже. В данной версии ликерной коллекции он какой-то такой матовый, приглушенный, то есть он не имеет блеска. В общем, все станет понятно, когда мы эти коробочки вскроем и возьмем в руки флаконы. Потому что сразу же подделка видна по какому-то такому топорному исполнению. То есть, во-первых, вся гравировка буквы, она такая очень топорная, расширенная, тогда как в оригинале все более изящно и тонко выполнена. И, конечно же, сама вот эта табличка, она более толстая, чем в оригинале. Крышки по весу как будто бы одинаковые, но прорисовка буквы K в подделке вообще как будто бы что-то здесь пошло не так. Тогда как в оригинале все очень четко, красиво. Буква K, она такая очень грациозная и красивая. Что еще сказать? Конечно же, всегда заглядываем под пульверизатор. Снимаем вот так вот и видим, что в подделке что-то абсолютно другое. Да, как-то не так выглядит внутренность. В подделке все какое-то более кривое, как будто бы в оригинале все четкое, ровное и немножко другая геометрия. В оригинале есть такое второе углубление вокруг палочки спрея. И палочка спрея ровная практически, а в подделке она широкая, с каким-то наконечником. Какая-то очень сложная конструкция. Но также можно посмотреть. Но одну, что тут сказать, у оригинала оно более вогнутое, чем в подделке. В подделке какое-то оно такое непонятное. У оригинала такая ровная полусфера. Конечно же можно отличить и по цене, где оригинал, где подделка. Но не все у нас такие добросовестные продавцы. Как в одном случае, я вам расскажу позже, когда продавцы правда признаются, что это не оригинал. Или когда они там не оригинал, выдают за оригинал, но продают недорого относительно. Но как бы эта информация нам нужна тогда, когда мы покупаем с рук у кого-то по цене оригинала. А потом оказывается, что продали нам фейк. Поэтому будьте бдительны. И внутреннее исполнение постамента. В оригинале есть бумажка. И сама внутренность, она такая более ровная, изящная по сравнению с неоригиналом. Здесь там какие-то даже есть вмятины. Короче, оригинал более ровный постамент имеет. И в оригинале темнее вот эта золотая каемка. Она по цвету более темная. Также сейчас очень интересная история, что на Авито продают вот такие флаконы Киллиан. Пишут 2 550 мл, что вообще невероятная цена. Потому что раньше там это было 20 000 где-то на официальных магазинах. Со всеми скидками там максимум можно было купить за 16 000 50 мл флакон. Но такие флаконы продают под видом оригиналов на Авито за 2 500. И что значит они пишут? Парфюм из магазинов Дьютифри. Парфюм с витрины, коробки не запечатаны. Флаконы полные, без пары пшиков. Немного потертые. Объем 50 мл, цена 2 500. Ну короче, такие подделки тоже продают в таких упаковках. Я не стала заказывать, чтобы не тратить деньги, потому что мне очень жалко тратить деньги на подделки. Я вам просто покажу, как отличить. Потому что на фотографиях, конечно же, может быть оригинальный флакон. Пришлют вам, конечно же, не оригинальный. Потому что 2 500 за оригинал 50 мл киллена это какой-то слишком такой фантазийный райский мир для парф увлеченного. Кому-то хочется верить в то, что это правда, и кто-то обманывается рад и поверит такому продавцу, что это оригинал, будет пользоваться, а потом будет писать отзывы на фрагрантике, что какой-то странный тухлый аромат. Поэтому тоже тут надо отслеживать, тестировать на реальность свои представления о мире парфюмерии, что должно сколько стоит. Короче, подделка в таком футляре стоит 1000 рублей. Продают ее за 2 500 на авито. Я не стала заказывать, но я как-то стала внимательно разглядывать фотографии разные. Вот что меня привлекло, я сначала подумала, что это будет подделка. Это когда вот внутри такой, знаете, здесь есть выпирающий ромб. Вот от этой наклейки здесь внутри выпирает ромб. Но данный флакон Can't Stop Loving You Killing, он выпущен в 2021 году. И я его покупала в Ревгош, то есть я не сомневаюсь, что это оригинальный флакон. И здесь ромб торчит, выпирает. Это у меня Flower F Mortality Killing. Я покупаю их Killing либо в Ревгош, либо в Золотом Яблоке, либо на официальных сайтах. Здесь такого нет. Такого ромба здесь нет. Но это единственный мой флакон, где нет этого ромба. То есть ромб не показатель, короче. Что является показателем? Конечно же флакон. Вот у меня подделка в черном флаконе. Это у меня подделка в клатче. В каком-то столетнем видео по давности я вам показывала ее. И всегда-всегда, да, чем отличается табличка? Толще намного, чем в оригинале. Буквы вот эти вот совсем не филигранно напечатаны. Здесь буква K. Тоже такая толстенькая в подделке. В общем, когда берешь в руки подделку, всегда видно. Причем у меня подделка, смотрите, крышка со временем. Стало с нее слезать краска вообще. Это невероятное что-то. Конечно же сам спрей, да, всегда. Подделка выдает качество спрея. В подделке отвратительные спреи. И они абсолютно не похожи друг на друга. Здесь толще в подделке. И всегда, когда нажимаешь на подделку, он как-то хрустит. И так, ну, в общем, какие-то звуки непонятные издает. В общем, подделку можно отличить по нажатию спрея. И вообще, в принципе, конечно же, по запаху. Но и по филигранности исполнения, вот конкретно в Killian, как выполнена вот эта гравировка названий на флаконе. И, кстати, если вы боитесь нарваться на подделку, но вы хотите выгодно что-то приобрести, пишите мне. У меня несколько десятков, уже за сотню ароматов, из моей личной парфюмерной коллекции в продаже. И также я выставила вуливу куше авак муа. Такое интересное название провокативное у аромата Killian. И я выставила на продажу вот такой вот у меня дорожный набор, который я покупала на официальном сайте Killian, когда он еще доставлял в Россию, когда он еще работал. Вот такой вот дорожный набор. Если вам нужно, пишите. Все ароматы, которые находятся у меня в продаже, конечно же, естественно, 100% оригинальные, потому что я себя люблю, ценю, и я не буду покупать поддельный парфюм, чтобы пользоваться вот этой мерзостью. Как, например, вот это вот, то, что отходит краска. И здесь даже притрагиваться не хочется, потому что краска отлезает, и вообще как бы это флакон на выброс. А прежде чем мы продолжим, ставьте лайк на это видео, вам несложно, мне будет очень приятно. И, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube-канал, на мой Telegram-канал. И пишите, если хотите приобрести какие-то ароматы из моей личной парфюмерной коллекции. Все мои контакты внизу под этим видео. Дальше. Очень много подделок шариков Killian. Да, у меня тоже есть со старых видео флаконы принцесса. Вот эта подделка здесь. Принцесс. Более красные, ярко-красные, алые буквы. И со временем, то есть еще во времени меняется упаковка. Вот этот вот кружочек начал облизать, да, на коробке. Сам шарик выполнен достаточно похоже, вот, но только как всегда, вот эта надпись Killian, она более толстая, чем в оригинале. И если присматриваться, очень-очень сильно присматриваться, то вот надпись на постаменте в подделке, она тоже немножко кривовата, но она очень хорошо сделана. И вообще, в принципе, вот так вот, если вот так вот мне показать без второго шарика, без оригинала подделку, я бы не отличила. Отличить можно только по аромату, потому что подделка, она вообще ничем не пахнет. У меня, кстати, часто пишут, что вот я купила аромат, и он ничем не пахнет. Возможно, возможно, это подделка. Правда, такое бывает, потому что вот это, это просто какая-то непонятно пахнущая жидкость. Она абсолютно не похожа на насыщенный, классный, крутой аромат принцессы в оригинале от Killian. Следующие подделки, кстати, подделки бывают и дешевые, а бывают А+. Подделки А+, конечно же, более качественные, но все равно, все равно, когда берешь в руки подделку, это чувствуется. Это, знаете, как с поддельными купюрами. Все равно ты чувствуешь, даже если ты не разбираешься, где оригинал, да, а где подделка, все равно это чувствуется по бумаге, что в руках что-то такое не очень. Так, аромат снят с продаж. Centric Molecules, Intelligent Fantasy, Volume 1, The Beautiful Mind серия. Абсолютно разная, конечно же, упаковка. Вот это оригинал, она розовая, подделка красная. Ну и вообще, в принципе, по размеру оригинал больше. Centric Molecules, они всегда без крышки, и вот подделка, она так смешно выполнена, то есть тут такой запай. Видно, что такое все кустарное, как будто бы и сам флакон меньше, конечно же, чем оригинал. И вот сзади тоже есть такой рисунок, но опять же, спрей выдает подделку, вот он так похрустывает. На дне оригинала выбит бачкод, на подделке ничего нет. Ну и, конечно же, само нанесение надписей на лицевой стороне у подделки более такое неаккуратное, неровное, какие-то буквы смазаны, более жирный шрифт. В общем, остерегайтесь подделок. Следующие ароматы подделки и оригиналы. Бодичей Хероин. Мне было интересно, потому что Киллиан, это наиболее подделываемый парфюм, Бодичей, более подделываемый парфюм, Амуажи тоже очень часто подделывают. Все почему? Потому что оригиналы стоят слишком дорого. И хочется, конечно же, купить что-то подешевле и тешить себя иллюзиями, что купил оригинал. Но чудес не бывает, и оригинал действительно стоит столько, сколько он стоит, дешевле купить не получится, если рискуете, соответственно, риск дело благородное. Не всегда увенчивается успехом. В данном случае вот этот флакон оригинал, а это подделка. Я вам скажу, достаточно, достаточно, так скажем, достойно сделана подделка. Если покупатель не знаком с оригиналом, не держал в руках флакон оригинальный, подделку не отличить, потому что выполнена она достойно. Здесь также в коробке в подельной такой атлас, ткань внутри, не уступает оригиналу. Коробка такая же, как будто бы качественная, но подделка более темная. и буквы сзади опять же жирные, слишком жирные, не такие, как в оригинале. Что по флаконам? В оригинальном флаконе вот эта часть, щит, он более светлый, и сзади, конечно же, более изящные буквы. Более изящные надписи, бодичей, the victor, с героин. В общем, этот металл, он более светлый в оригинале, и изящные, конечно же, буквы. И здесь на крышечках тоже в оригинале, вот здесь оригинал, более светлый орнамент. Открыла спрей, в оригинале более тонкий спрей, более, меньше диаметр у дырочки, поливеризатора. Подделки более все широко. В подделке есть какой-то код на дне, в оригинале на дне ничего нет. Пришлось приложить усилия, чтобы снять с подделки пульвик. В оригинале такой вот он интересный. Я такую конструкцию впервые вижу. В подделке все как обычно, такой обычный пульвик. В оригинале что-то такое интересное, такая интересная конструкция. В общем и целом флаконы достаточно похожи. И опять же отличить можно только по звучанию и по вот этим вот надписям. То есть более толстая гравировка это всегда подделка. Теперь пройдемся по самым загадочным парфюмам. По флаконам Амуаж. Потому что это целый квест купить оригинальный Амуаж. Разные абсолютно цены. Разная вот эта донышка. У кого-то значит у каких-то флаконов в принципе всегда в оригинале. Вот это у меня точно оригинал. Да, это я точно знаю. А сверху написано Eau de Parfum. Снизу какая-то информация. Посередине Made in Omen и бачкод. Название аромата может быть как здесь, как сбоку, так и вот здесь вот на крышечке. В общем, очень разнообразное количество вариантов. Надписей на дне превеликое множество. Разнообразные цены. Конечно же, есть цены и как оригинальные, такие высокие, но при этом ни надписи Made in Omen, ни бачкода на дне нет. Ни вообще каких-то надписей нет. В общем, все очень индивидуально, все очень разнообразно. Запутаться в этом очень просто во всех этих объявлениях понять, где оригинал невозможно. Я ради интереса написала одной женщине, которая продавала целый флакон за 4,500, по-моему. попросила ее прислать фотку вот этого места под пульверизатором. Она мне его прислала, эту фотографию, и место это было не золотое, а серебряное. Это главное отличие оригинальных флаконов Amoage, я так поняла, потому что, конечно же, оно было не золотое, я у нее спросила, реплика ли это, она, конечно, ответила, что да, это она самая. Оригинальных флаконов Amoage, вот этот вот основание пульвика, оно всегда такое золотое, потому что ни высота вот этого пульвика не говорит о том, что перед нами подделка, потому что вот в данном рефлекшене у меня пульверизатор, он выше, чем в моем Crimson Rock, но я думаю, что по аромату это стопроцентный оригинал. Ну и по каким-то таким внешним признакам, то есть мне приятно крутить этот флакон, я купила флакон из-за аромата, потому что мне рефлекшен вообще не нравится, если честно, я купила его из-за флакона, мне очень нравится этот зеркальный флакон, название рефлекшен, у меня любимая песня Marn Manson on Reflection, поэтому просто ради флакона приобрела, и такой, знаете, квест прошла, честно, не думаю, конечно, что это подделка, потому что если это подделка, то какого-то высочайшего качества, но мне так не кажется, что это подделка, потому что место под пульверизатором говорит о том, что это оригинал. Пишите, как вам мой обзор, пишите, возможно, какие-то истории, с какими вы сталкивались на Авито при покупке ароматов, и, конечно же, подписывайтесь на канал, до встречи в следующих видео, всех целуем, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok